В каком виде будут существовать германские языки лет через 50-50? Не будем далеко заходить, лет через 15-20. На этот вопрос как раз наши исследователи и постараются ответить при обучении на этом профиле. Аспиранты участвуют в исследованиях живой разговорной речи, во всем ее многообразии, проводят полевые исследования, изучают диалекты и контактные языки, составляют лингвистические карты и атласы, создают билингвальные переводные словари. Дисциплины, преподаваемые по данному профилю, составляют история и философия науки, методология научных исследований, иностранный язык, педагогика высшей школы, германские языки, становление лингвистических систем германских языков, информационные технологии в деятельности лингвиста. В образовательный процесс включен полный цикл предметов, предусмотренный образовательным стандартом. У нас применяется модульная форма организации образовательной деятельности. Особенностью построения учебных планов на основе модульного принципа является то, что она состоит из относительно самостоятельных частей, формирующих определенную компетенцию на группу компетенций в ходе усвоения учебной дисциплины, либо совокупности дисциплин, объединенных междисциплинарными связями. Следующее направление языкознания и литературоведения – это профиль 100205 «Романские языки. Исторические особенности развития диалектов романских языков». Здесь наши аспиранты знакомятся с национальными вариантами романских языков, территориальными вариантами романских языков, территориальными диалектами. Особое внимание уделяется креольскому варианту романской речи и языковой политике и языковым картам романских стран. Третье направление языкознания и литературоведения составляет профиль 100220 «Сравнительно историческое, типологическое и сопрестовительное языкознание». Это сравнение и сопоставление языков в диахронии и синхронии. Самые главные аспекты исследования – это национально-культурное развитие форм существования языка, анализ взаимосвязи истории языка с историей народа, становление национальных языков и их особенностей, исторический анализ фонетики, грамматики и лексики германских, романских и других языков. Срок обучения на всех профилях направления языкознания и литературоведения по очной форме 3 года, очно-заочной 4 года. Стоимость обучения 249 100 рублей. На очно-заочной форме 50%. Для поступления на программу необходимо иметь диплом государственного образца о высшем образовании с соответствующим приложением к нему, подтверждающий квалификации специалиста либо магистра. Каждый профиль предусматривает педагогическую практику, в которую входит знакомство аспиранта с основами педагогики высшей школы, методическая работа аспиранта с научным руководителем и непосредственное участие аспиранта в проведении занятий по одному из специальных дисциплин. Форма практики – это активное участие в процессе обучения и воспитания студентов в ВУЗе. Также сюда входит и пассивное участие. Практика осуществляется в основном на втором году обучения. Завершающий этап получения выпускником программы аспирантуры квалификации преподаватель-исследователь. И в содержание практики входит организация самостоятельной работы, обучающихся, консультирование, проведение контрольных, аттестационных работ, коллоквиумов, опросов, домашних заданий, тестов, творческих работ, проведение семинарских, практических занятий и лекций. Что касается карьеры в направлении языкознания и литературоведения, то объект профессиональной деятельности выпускников направлен на языки. Языки родной и иностранной в их теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, диалектологическом и сопоставительном аспектах. Различные типы текстов и их исторических, теоретических аспектов. Сюда входит отечественная и зарубежная художественная литература, публицистика, древнее письменное рукописное наследие, литературная критика, устное народное творчество, устная письменная и мультимодальная межличностная и массовая коммуникация во всех сферах человеческого общения, а также лингвистические технологии. В область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу аспирантуру, обязательно входят филология, лингвистика и смежные сферы гуманитарной, научной и практической деятельности. В наших профилях области профессиональной деятельности выпускников входит научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и смежные сферы гуманитарного знания. Также преподавательская деятельность, переводческая и лексикографическая деятельность. Следующие направления образования и педагогические науки. Сюда входит два профиля. 13.001. Общая педагогика, история педагогики и образования. Это педагогическое регулирование социальных отношений личности и социокультурной среды. И профиль 13.002. Это теория и методика обучения и воспитания иностранной языки, межкультурная коммуникация и новое направление в мире интралингводидактика. Постараемся разглядеть более подробно профиль 13.001. При обучении на данном профиле аспиранты рассматривают социокультурную деятельность в контексте современных цивилизационных процессов в социокультурной политике. При этом особое значение приобретает социально-культурная деятельность, как педагогический процесс, профессиональное мастерство специалиста в социокультурной деятельности. Анализируется исторический ракурс данной проблемы, изучается социально-культурная деятельность в условиях общественно-политических реформ в России в последнего десятилетия конца XX-го, начала XXI века. В общую педагогику, историю педагогики и образования входят те же самые дисциплины, плюс общая педагогика, история педагогики и образования, педагогическое регулирование социальных отношений личности и социо-культурной среды и ряд специализированных предметов. Теория и методика обучения и воспитания иностранных языков включают межкультурную коммуникацию. Всем давно известно, что успешная коммуникация может осуществляться лишь как межкультурная коммуникация. Здесь тщательно изучаются этнокультурные особенности коммуникативного поведения представителей восточных и западных культур вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации, этнические стереотипы. При этом рассматриваются, что особенно важно, коммуникативные неудачи межкультурной коммуникации, их причины и способы преодоления. Таким образом, культура представлена как контекст коммуникации. Подробно анализируются стратегии, способствующие успешной адаптации к новой культуре. Интролингводидактика. Здесь основной акцент при обучении делается на изучении трех самостоятельных дисциплин, составляющих теорию обучения иностранным языкам. Это лингводидактика, дидактика и методика в отношениях между интролингводидактикой и методикой обучения иностранным языкам. При этом на передний план выдвигается общеэвропейская система уровней владения иностранными языками. Подробно анализируются компоненты содержания обучения иностранным языкам, такие как лингвистический, методологический и психологический. Сопоставляя разные системы обучения иностранным языкам, аспиранты выстраивают универсальные подходы к процессу обучения иностранным языкам через свои собственные электронные учебно-методические комплексы. Дисциплины сюда входят те же самые, плюс межкультурная коммуникация, интролингводидактика и ряд специализированных дисциплин. Применяется также модульная форма организации образовательной деятельности. И профессиональная программа подготовки научно-педагогических кадров по специальности 440601 образования педагогические науки представляет собой целью научно-методическую систему документов, разработанных на основе стандартов об образовании. Область профессиональной деятельности выпускников, освоящих программу аспирантуры, входят образовательные и социокультурные системы, процессы обучения, воспитания, развития, социализации, педагогическая экспертиза и мониторинг, специализированное программное обеспечение и электронные ресурсы в гуманитарной сфере. Выпускник может осуществлять следующие профессиональные виды деятельности, как мы уже говорили, научно-исследовательскую и преподавательскую. Наши выпускники работают в средних и высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, стран СНГ и ближнего и дальнего зарубежья. Срок обучения точно такой же, на очной форме 3 года, очно-заочная 4. Такая же по очной форме обучения стоимость 249 100 рублей, на очно-заочной 50%. И последнее направление психологические науки, шрифт 37 06 01 по профилю 19 00 01 общая психология, психологические проблемы общения и коммуникации. Профиль 19 00 01 объясняет, что в настоящее время особая актуальность приобретает психологические проблемы общения и коммуникации. Важно как в повседневной жизни, так и в бизнесе. Это правильно выбранный тон, манера поведения, жесты, мимика, социальная дистанция. Все это может повлиять на успех проведения переговоров, заключения договоров. Только таким образом могут решаться поставленные задачи, преодолеваться стрессовые ситуации. Именно с помощью этого профиля, с помощью исследований, аспиранты найдут правильное решение в самых сложных ситуациях. Мы понимаем, что в наш век необходимо готовить лидеров, которые умело будут управлять коллективом и страной. Дисциплины, по которым ведется подготовка по профилю 19 00 01, история и философия науки, методология научных исследований, иностранный язык, общая психология, психологические проблемы общения и коммуникации, информационные технологии в деятельности преподавателя. Та же модульная система. Про практику мы педагогическую уже говорили. Если человек, в общем-то, работает педагогом в высшем учебном заведении, то Институт иностранных языков идет навстречу, и данная педагогическая практика может засчитаться вам. Что касается карьеры, то в области профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры по шрифту 37 06 01, решаются профессиональные задачи в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, управления, юриспруденции, социальной помощи и населения в общественных и хозяйственных организациях, административных органах, научно-исследовательских, это и услуги физическим лицам и организациям, очная форма 3 года, очная заочная 4. Стоимость обучения 257 900 рублей, очная заочная 50%. Для поступления на программу необходимо иметь диплом государственного образца. Преимущество обучения в Институте иностранных языков это фундаментальная академическая подготовка в области лингвистики, международных отношений, перевода и переводоведения психологии и педагогики. Также вы преимущество можете сейчас посмотреть, каковы у нас замечательные библиотеки Конститута иностранных языков. И РУДЭН это не только учеба, а аспиранты точно также принимают участие как в общественной жизни, так и в научно-исследовательской деятельности. И с огромным удовольствием наших аспирантов ждем на условиях сотрудничества. Что же будет указано в документе об образовании? Это диплом с присвоением квалификации преподавателей-исследователей. А при успешной защите диссертации диплома кандидата, либо доктора наук. Вы поняли, что у нас и аспирантура, и докторантура. Довольно интересная тема диссертационных исследований наших аспирантов. Вы можете прочитать на слайде. И контакты руководитель программы Михеева Наталья Федоровна, академик Международной академии наук высшей школы, доктор филологических наук, профессор, заместитель директора Института иностранных языков по аспирантурии, куратор программ Петрова Марина Георгиевна. Мы с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. Вы можете писать на электронную почту. Она у вас на слайде. То есть в любой момент, в любое время. Пожалуйста. Вероятно, вас утомила наша презентация. Она была долгая. Нам действительно все уже сказано. И точно так же вы можете войти на сайт Института иностранных языков в отделе аспирантура, посмотреть еще раз эту же презентацию. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь. С удовольствием ответим. Спасибо. 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 Как вы заметили, у нас все-таки новые направления, новые профили. И всегда сравнивают с филологическим факультетом и Институтом иностранных языков. Сама все-таки система подачи материала, система преподавания среди двух подразделений, она разная, конечно. И то, что ребята начинают делать языковые атласы, переводные словари, это не везде. И такое новое направление, как интралинговая дидактика, оно, конечно, очень интересное, когда идет сравнение образовательных систем, методов и приемов обучения иностранным языкам в разных странах мира и привносится, преломляется в собственное образование. Это и есть интралинговая дидактика. Вот у нас появился первый вопрос. Будут ли бюджетные места у нас? У нас в аспирантуре Института иностранных языков два бюджетных места. Всегда есть надежда, так что дерзайте. Два места распределяются следующим образом. Одно место по языкознанию, а второе место по методике. Давайте мы поменяемся, да, вопрос, пошли вопросы, да, о стажировке и подаче до конкурентов. Так, добрый день, где он? Так, расскажите о стажировках. Стажировки разнообразные, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Испании, во Франции и в целом ряде других государств. Расскажите, пожалуйста, о сроках подачи документов. Сроки подачи документов сейчас аспиранты поступают через приемную комиссию Российского университета Дружбы народов. И на них распространяются те же самые сроки подачи документов, что и для абитуриентов. Поэтому конец, в июне, в начале июня можете подавать документы. Все это можно посмотреть на сайте приемной комиссии Российского университета Дружбы народов. Нужны ли какие-то научные статьи для поступления? Вы знаете, очень желательно. Наши будущие аспиранты сдают один экзамен междисциплинарного характера. И третий вопрос в билетах – это написание эссе. В случае, если у вас есть статьи по данной тематике, вы прикладываете эти статьи, и от третьего вопроса вы освобождаетесь. Желательно, конечно, присутствие как можно большего количества статей, а может быть у кого-то будут статьи в Скопусе, либо в Web of Science. Каким образом можно попасть в иностранный вуз на стажировку? Когда вы станете нашим аспирантом, конечно, по результатам обучения, по результатам работы над диссертацией Институт иностранных языков помогает попасть на стажировки зарубежные. Могут поехать только отличники учебы, но прежде всего, конечно, результаты обучения, но плюс к этому еще, как вы работаете над своим диссертационным исследованием. Потому что прежде всего стажировка носит научно-исследовательский характер, когда наши аспиранты едут в ведущие вузы, которые занимаются подобной проблематикой, как и проблематикой у них в диссертационных исследованиях. Так, пожалуйста, еще вопросы. Ждем ваших вопросов и ждем вас у себя в аспирантуре Института иностранных языков. Дружба народов. Пожалуйста, какие есть еще вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Посмотрите внимательнее на тематику диссертационных исследований, насколько она актуальна и нова, на наш взгляд. Посмотрите, это и диалекты, и регионы лекты, это лингвистические атласы, это работа над словарями, над абсолютно новыми направлениями по разным профилям. Так, каким образом выбирают темы диссертаций? Василиса, большое спасибо за очень интересный вопрос. Темы диссертаций обсуждаются со своим научным руководителем и потом утверждаются на заседаниях кафедры и ученого совета института. Темы всегда актуальны. Конечно, преподаватели помогают в выборе, и не только преподаватели. Можете обращаться к нам в отдел аспирантуры Института иностранных языков. Это аудитория номер 552. Мы можем начать, скажем так, наш разговор по вопросу наиболее актуальных, инновационных тем диссертационных исследований. Следующий вопрос. Сколько научных руководителей может быть при написании диссертаций? Здесь ведь кандидатские диссертации и докторские. Как правило, в абсолютном большинстве случаев при написании диссертации у нас присутствует один научный руководитель. В редких случаях возможен научный консультант. Например, если вы защищаете диссертацию по двадцатке, сравнительно историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, возможно, руководитель, например, сравнивает разные языки. Берете вы, например, английский, французский, немецкий, там и так далее, научный руководитель может не владеть этими тремя языками, и тогда мы приглашаем научного консультанта, специалиста, скажем, вот в немецком языке. Как правило, еще раз повторяю, это один научный руководитель. При написании докторской, это не научный руководитель, это научный консультант, и тоже в абсолютном большинстве случаев один. Тему диссертации можно изменить в ходе написания работы. Вы знаете, как правило, все-таки направление остается тем же самым. Но бывают случаи, когда ваши эксперименты выводят вас на какие-то, скажем так, сопредельные направления. Поэтому несущественно, но тему работы, в общем, можно расширить. Работа пишется на каком языке? На русском или иностранном? Работа пишется на русском языке. Нашим иностранным коллегам, в случае, если у нас есть аспиранты, которые поступают без знания русского языка, простите, поэтому им предоставляют такую возможность защиты на английском языке. Но при этом диссертация должна быть написана на русском и на иностранном языке, и автореферат также. Но в абсолютном большинстве случаев работа пишется на родном языке, в данном случае на русском. Каким образом построена очно-заочная форма обучения? Она построена таким образом, что есть занятия, обязательные предметы, которые вы должны будете посещать, кроме написания вашего диссертационного труда. Вы сдаёте промежуточную аттестацию, потом финальную аттестацию. То есть вы понимаете, что здесь два диплома. Первый диплом, как третий ступень высшего образования аспирантура, это диплом преподавателя-исследователя, и второй диплом в случае успешной защиты диссертации, соответственно, диплом кандидата наук или доктора наук. Поэтому посещение занятий обязательно, и наряду с написанием вашего научного труда. Пожалуйста, ждём ещё ваших вопросов. Так, ещё. Пожалуйста, ребята, задавайте вопросы. Чем больше вопросов, тем, наверное, не будут об аспирантуре института иностранных языков. Желательно при поступлении, чтобы вы уже представляли, каким, ну вот, чем вы хотите, вот какое направление вы хотите выбрать. Потому что языкознание, литература, видение – это одно направление, психология – это другое направление, методика преподавания – это третье направление, когда вы должны будете написать ваши собственные учебно-методические комплексы и защищать их, и входить в аудиторию с вашими собственными разработанными учебниками. По языкознанию это всё-таки языковическая проблематика. Это, ещё раз повторяю, уровни развития языка, перспективы развития языка и много-много других вопросов. Поэтому вы должны, в общем, заранее представлять, чем, каким направлением вы хотели бы заниматься в аспирантуре, и писать вашу диссертационную работу. Ждём ваших вопросов. Продолжение следует... Ну, вопросы, наверное, закончились, или наоборот, какие-то интересные вопросы сейчас поступят. Пожалуйста. Вы уже увидели в презентации, что сроки обучения в аспирантуре... ...эспирантура, и 4 года — это заочная аспирантура. Поэтому подумайте, какая форма обучения вам больше подходит. Мы понимаем, что все работают. Вот поэтому многие аспиранты выбирают заочную форму обучения и совмещают работу с обучением в аспирантуре. И поэтому там 4 года. И, как правило, еле-еле успевают за этот срок написать диссертацию и защитить. Сейчас считается, что защита вовремя, в срок, а именно к этому мы призываем, должна состояться в течение вашего обучения в аспирантуре. Например, если у вас 3 года, то где-то месяцев за 8 до окончания вашего срока обучения в аспирантуре было бы неплохо пройти уже предзащиту диссертации на кафедре и дальше, скажем так, оформлять документы и завершать. Пожалуйста, какие есть еще вопросы? Так. Вопрос поступил от Юлии. Можно ли подать документы дистанционно? Вы знаете, Юлия, к сожалению, документы дистанционно вынесли. Понимаете, все равно должен быть диплом, который вы должны предоставить. Заявление подписывается лично, поэтому вам все равно придется в приемной комиссии побывать. На самом деле это не столь сложно. И самое главное – это подписание договора. Хотя, знаете, в других аспирантурах были случаи, когда кто-то из родственников привозил всю документацию, но все равно потом подъезжал человек, аспирант, и подписывал договор. Просто без этого не обойтись. Да, кто-то может помочь, но все равно последний шаг останется за аспирантом. Вопрос Дмитрий задает. Каков конкурс на бюджетные места в аспирантуру? Вы знаете, но шансы всегда есть. На самом деле, да, вы знаете, вот... Давайте сейчас на этот вопрос ответит Наталья Федоровна. Присаживайтесь. Надо прикрыть. Вы знаете, у нас в первый раз нам будут предоставлены бюджетные места, поэтому я только могу сказать, что, видимо, высокий конкурс будет, но в любом случае нужно смело идти и подавать документы. Поэтому не думайте о том, что это бюджетное, либо у вас контрактное место, вы должны прекрасно сдать вступительные экзамены. Может быть, вы сами сделаете? Марина Георгиевна, может быть, вы сами сделаете? Пожалуйста, еще ждем ваши вопросы. Так, все понятно, замечательно, когда все понятно. А может быть, еще у кого-то есть вопросы? Пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Сегодня есть возможность у вас задать все вопросы, выяснить какие-то неясные моменты. Не стесняйтесь. Будет ли в записи вебинар? Да, мы планируем записать этот вебинар. Пожалуйста, еще какие-то вопросы. Внимательно посмотрите на презентацию. Очень приятно. Спасибо, все понятно. Замечательно, Юлия. Спасибо вам за добрые и хорошие слова. Надеюсь, вы будете нашей будущей аспиранткой. Бывают ли случаи исключения из аспирантуры? Вы знаете, ну, конечно, бывают. Если человек не посещает занятия, если он не приходит к научному руководителю. И третий вопрос. Если он не оплачивает обучение в аспирантуре, конечно, бывают случаи исключения из аспирантуры. Как можно поступить к гражданину Украины? Вы знаете, насколько я знаю, без проблем подаете документы через наш международный отдел. Вам там подсказывают все это. Вы можете увидеть, какие документы нужно подавать на сайте приемной комиссии Российского университета Дружбы Народов. Там представлен весь перечень. Вы проходите как иностранец. Можно ли поступить, иметь диплом магистратуры по педагогике? Конечно, можно, но вы тогда должны будете поступать именно на направление педагогика. Потому что ваш диплом магистранта должен соответствовать вашей будущей научной деятельности. То есть нельзя поступить, имея диплом магистратуры по педагогике, скажем, на языкознание, литературу и видение. Я думаю, что эти условия общие по всей Российской Федерации. Пожалуйста, задавайте еще вопросы. Ну, может быть, Василиса, у кого-то еще есть вопросы? Мы очень рады, что мы ответили на все ваши вопросы. Пожалуйста, ребята, задавайте вопросы. Ждем ваших вопросов. Значит, мне необходимо сначала поступить на третий курс. Так, что имеется в виду? На третий курс бакалавриата, то есть вы... Вот, конечно, нужно сначала закончить магистратуру, а потом поступать в аспирантуру. Единственное, что я хочу сказать, что вот специальность в магистратуре и аспирантуре, она должна совпадать. Поэтому сначала бакалавриат, потом магистратура, а затем аспирантура. Пожалуйста, а вы учитесь в бакалавриате? Будьте добры. Так, ну, замечательно. Значит, ответ понятен. По специальности педагогика. И на каком курсе вы сейчас? Второй курс, надо поступать на третий. То есть вы специалист, да, будущий. Значит, надо заканчивать тогда специалитет. Потому что диплом специалиста тоже, скажем так, вы можете подать при поступлении в аспирантуру. Если это специалист. Пожалуйста. И в каком выезде вы учились, Светлана, на специальности педагогика? Нет. Если у вас диплом специалиста, вы можете сразу подавать документы в аспирантуру. После бакалавриата необходимо заканчивать магистратуру. После специалитета нет. То есть это законченное высшее образование, и вы имеете право подавать документы в аспирантуру. Да, Светлана, но вот я пока не могу понять, все-таки вы в бакалавриате учились или вы учитесь на специалиста? Потому что вы говорите, есть магистратура. Но если вы специалист будущий, то есть, еще раз повторяю, вы сможете подавать документы сразу в аспирантуру. А, магистратуру закончили в 2009 году. Ну, замечательно. Тогда вам нужно точно поступать в аспирантуру. Точно. В этом году, потому что все-таки время имеет значение. Поэтому после окончания магистратуры мы вас ждем, пожалуйста, в нашей аспирантуре. Большое спасибо вам за хорошие слова. Ждем вас, ждем вас у себя в аспирантурии. Пожалуйста, может быть, у кого-то что-то еще непонятное. Нужно пояснить еще какую-то информацию. Самое главное, чтобы было желание писать диссертацию. Вот это самое главное. Писать диссертацию, иметь возможность написания. Потому что самое основное – это написание и защита диссертации. Наряду с посещением занятий, создачей сессии и так далее. Все-таки потому что, когда вы выходите на выпускной государственный экзамен аспирантуры на получение диплома преподаватель-исследователь, все-таки одним из обязательных условий является прохождение предзащиты диссертации. Поэтому самое основное – написание диссертации и дальнейшей ее защиты. Пожалуйста, ждем, ждем еще ваших вопросов. Продолжение следует... 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 Если направление смежное, то добро пожаловать, можно посмотреть, какой вариант выбрать. Продолжение следует... 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 До свидания, Юлечка Спасибо вам, ребята, что вы были все это время с нами И прослушали эту информацию Это все-таки час, время сейчас очень ценно Но если кто-то из вас, хотя бы один человек Решит пойти в аспирантуру, то это уже хорошо До встречи в Институте иностранных языков в аспирантуре Спасибо за просмотр! Спасибо!